Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. И сегодня у нас будет немножко новый формат. Сегодня будет формат, назовем его разговорный. И этот формат будет про муравья Мермеция Преформис, австралийского муравья-бульдога-убийцу. Ребята, совсем недавно я просто хотел разорвать на кусочки этого муравья. У меня он просто выбесил вообще очень-очень жестко, но все-таки я сдержался, и поэтому сегодня видео про австралийского муравья-бульдога. Итак, ребята, что же это за новый разговорный формат? Я вам от себя расскажу про муравья-бульдога, не буду заранее составлять никакие тексты, вы узнаете последние новости, и постараюсь на все это наложить видео, чтобы оно соответствовало моему голосу. Но единственное, иногда вы можете видеть какое-то и другое видео, может быть и какие-то рыжие муравьи лесные у вас появятся, гигантские муравейники, не удивляйтесь, но я буду стараться, чтобы видео соответствовало. В общем, ребята, практически год назад, это ориентировочно где-то месяцев 10, ко мне пришел австралийский муравей-бульдог. Блин, просто офигенный, гигантский, здоровый, с мандибулами огромными. Он выглядит мощно, необычно, не похож на настоящего муравья какого-то, какой-то прям космический муравей. Так, сейчас кот там прыгает. Лео, ну-ка тихо, тихо. Вот. И, в общем, этот муравей у меня сначала жил в пробирке на арене. Там был песочек, там было хорошо, практически пляж, но, в общем, ему эти условия не понравились, там достаточно было сухо, и все яйца, они портились. Но я решил сделать для него гипсовый фармикарий. И у меня это получилось. Я сделал гипсовый фармикарий, там две камеры. Муравью там, как мне кажется, очень понравилось. Маточка сразу отложила кладку яиц, и эти яйца начали развиваться. Появилось 9 личинок. Но из этих 9 личинок коконы сплели только 2 личинки. Я не знаю, что матке нужно было. Я там песочек засыпал в одну камеру, все было хорошо, классно. Но всего лишь 2 кокона. И один кокон матка что правильно распаковывает раньше времени. Зачем она это сделала? Ребята, я вообще не пойму, зачем это делать, когда нужно просто посидеть спокойно, не подождать. Месяц, и все, и появится 2 рабочих, 2 помощника. Там будут мыть, убираться в доме, все, спинку потрут, все как положено. Будут ухаживать за расплодом, не надо заморачиваться, просто неси яйца и кайфуй. Все, больше ничего тебе не надо. Но матка один кокон распаковывает. Раньше муравей не созрел. Куколка белая, потом она почернела. Но все равно муравей не ожил. Второго муравья она молодец, все распаковала, радости полные штаны. Этот самый был Новый год, все, праздник, подарок на Новый год. Две недели, бах, хлоп, щелк, все, муравей погиб. Печаль, тоска, все. Но что меня порадовало, то что сразу после рождения нового муравья маточка отложила новую кладку яиц. Яиц было, блин, ну уже не помню сколько. Но личинок появилось пять. Пять личинок, это, блин, офигенно, это много. Из этого может получиться как минимум два-три рабочих, думал я. Все, ребята, личинки кушают, отмена, аппетит. Просто вообще офигеть, какой классный тараканчики. Каждый день ухожу, прыгаю вокруг формикаря, колдую, как шаман. Хожу, увлажняю, завлажняю, запускаю туда разных клещей, мокричек, чтобы все подъедалось, никаких вредных клещей, все только полезное. Все, сиропи, каждый день мед, отборный, пчелы летают вокруг. Все, блин, вообще, как шаман реально вокруг бегал матки. И тут у меня остается, до взрослого, до такого состояния, до большого, три личинки. Ребята, это тоже. Так, опять кот мне там бегает. Лео, время час ночи, что ты носишься там? Ну все, хвост, хвост этого самого, хвост зайца купили. Теперь он с этим хвостом носится вообще офигенно. Съедобная игрушка называется. Так вот, три личинки, ребята. Блин, ну это просто офигенно. И я засыпал песочек в первую камеру. Песочек был. Блин, матка опытная. Просто немножко присыпь песочком. Личинки все сделают сами. Не надо вообще заморачиваться. Все личинки знают. Как что заплетать, как подплетать. Все у них получится. И тут, ребята, я вижу, что одна личинка, она просто огромная, гигантская. Она ждет, когда сплести кокон. Она этого хочет. Вроде как маточка начинает ее подсыпать песочком чуть-чуть. Что-то она там, личинка, крутится, вертится. Пытается с этих из трех песчинок сплести себе кокон. У нее ничего не получается. Она уже начинает белеть. У нее появляются такие специальные рифленые штуки, которые, блин, ну по-любому все. Ей уже нужно плести. Да пять код. Лео. Но в итоге, ребята, так она ничего и не сплела. Побелела. Пофигела. Все. Личинка, ребята, умерла. Ну что ж, я смотрю на оставшиеся две личинки. Ребята, одна личинка начинает чернеть. У нее прям такая, ну видно, что ей очень плохо, очень плохо личинки. Она почернела, вся такая уже неактивная, блин. Ну все, ей хана. Ребята, я просто психанул. Я хотел расфигачить формикарий. Я сразу вспомнил царство небесное слова Жириновского. Не знаю, ну у меня просто не было слов. Я был очень зол на эту матку. Я взял песочек мелкий и просто начал фаршировать формикарий внутри гнездо. Я оттуда тонну песка засунул. Я хотел, чтобы все эти камеры, они были облеплены песком. И оттуда миллион ложек я запихивал, запихивал. Злой был вообще, блин. Ну в итоге запихал песка. Растрес там все это. Потрес, чтобы все было в песке. У матки, естественно, шок. Она вынесла две личинки на арену, положила их, бегает. Она просто оттуда эвакуировала из этого гнезда. Она офигела от того, что там происходило. Я начал трясти формикарий, чтобы все было в песке. А, злой, все, трясу, матка, давай, личинки. Вот одна уже личинка черная лежит, ей уже ничего не поможет. Ну и оставил этот формикарий в покое. Матка занесла личинку беленькую, которая еще была хорошая. Ну а ту личинку она оставила на помойке. И что вы думаете? Правильно, на следующий день появляется кокон. Долгожданный кокон. Один кокон из пяти личинок, ребята. Ну меня просто, блин, вообще, меня перекрывало. Я смотрел на эту личинку одну, она вот сплела кокон. Наконец-то. Ну одна всего одна. Одна попытка у этой матки. Одна попытка. В тот раз она открыла кокон раньше. Я не знаю, что будет сейчас. Я молюсь всем богам. Кришна, там, все, кто только может. Джа, там, я не знаю, какие еще боги есть. Ну естественно, Иисус Христос. Естественно, пророк Мухаммед. Всем богам молюсь. Помогите, чтобы кокон вскрыла матка вовремя. Чтобы появился рабочий. И он не умер через две недели. Чтобы он жил, чтобы он выжил. Чтобы он смог поднять еще, 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 еще. И самое главное, знаете, что, ребята, еще я вам хочу сказать? Что матка продолжает вычищать свои камеры от песка, которые я туда засыпал. Блин, я в следующий раз, вот только у нас будут яйца сейчас, дай бог, будут яйца, появятся личиночки. Как только они будут такие средненькие, и там сосисочки лежат такие, не сарделечки, а сосиски такие маленькие. И она фарширует так это гнездо. Там песка будет под самую крышу. Если они сами просто сплетут. Им не надо будет даже матка обкладывать. Все, личинки сами в песок закопаются и сплетут себе коконы. Матка, эта матка, она шальная, ребята. Ее надо постоянно, постоянно помогать ей. Она сама нифига не может это сделать. Не знаю, как она в естественных условиях это делает. Ну как, наверняка она выкапывает свое гнездо. В земле. В земле как-то не копай, все равно там будет песок. Поэтому сплести кокон в любом случае можно. Здесь она вычищает. Думаю, сейчас ходы, камеры, тут все будет классно. Но песка в итоге нет в ходах. И приходится туда его засыпать. Приходится фаршировать. Так, опять кот. Господи. Извините, ребят, что сегодня получилось такое немножко эмоциональное видео. Опять кот. Кот абсолютно не дает записывать. Поэтому будем завершать. Если вам такой формат понравится, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Я сейчас уже немножко подостыл. Потому что вначале я хотел взять микрофон и высказать все, что я думаю про эту матку. Но сейчас спустя уже, наверное, неделю вижу, что кокон лежит. Немножко подуспокоился. Все, чайку там попил, травками. Все успокоительный, попил. В общем, все нормально. И теперь ждем появления рабочего. Ребята, не забывайте подписаться на канал. Еще раз поставьте лайк этому видео, если вы это еще не сделали. Переходите. Там у нас есть и контакт есть, и инстаграм есть, и яндекс дзен. И рутьюб. В общем, миллион, миллион, миллион всего. Ссылки всегда все в описании. Там же описание. Все, что я сейчас содержу. Все, что содержал. Там акваформикарий, не акваформикарий. Растения, шмартения. Все описано. В общем, читайте по ссылке. Какой по ссылке? Не по ссылке, а под видео. Все, ребята. На этом будем завершать. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова